Сорвал Оскар с апельсиновой березы. Муромский десятиклассник стал лауреатом международного проекта конкурса современного искусства и креативного творчества. Илья Великанов и его художественное слово в сюжете. И вот в рамак кипченке в грязной майке, воспитанной околицы смельчак, как вороненок падает на маке и вырывает с корнем первый мак. Творческий, креативный, эмоциональный, неординарный. Все это о десятикласснике Илье Великанове. С самого детства мальчику нравилось художественное слово. И вот на протяжении уже многих лет Илья становится лауреатом конкурсов всероссийского и международного уровней. На этот раз вновь призовое место в апельсиновой березе. Я бы хотел связать свою жизнь с творчеством, со сценой, думаю, с русским психологическим театром. Наверное, для этого подойдет ГИТИС. 28 участников, 11 номинаций. Республика Беларусь, Москва, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Рязанская и многие другие области. Владимирский регион представил наш Илья Великанов. Добиться успехов ему помогает руководитель студии ЧТИЦО в 15-й школе Ольга Манькова. Личность, с которой приходится очень часто в каких-то вопросах соглашаться и не соглашаться, отработав, например, текст и проникая в его суть. Я пытаюсь иногда дать пример где-то. Илья, сконцентрировав внимание, примет все мои замечания с удовольствием. Выходя на сцену, он покажет свою неповторимость. Его художественное слово по достоинству оценила именитая жюри. Кроме второго места Илья получил свой первый Оскар. Актер театра и кино Всеволод Макаров дал очень важные и правильные рекомендации целеустремленному мальчику. Это их уже вторая встреча на конкурсе. Так вот, твоя конкретная задача перенести свои собственные мысли и переживания на зрители, понимаешь? Чтобы они подключились к этому материалу не только так, как ты, а еще больше. Илья Великанов не единственный, кто покорил творческую апельсиновую березу. Несколько лет назад с победой из Москвы вернулся Михаил Копытин. Сегодня муромский выпускник 15-й школы с успехом поступил в ГИТИС. Мария Жукова, Александр Симонов, Новости Муром.